Я хочу здесь несколько слов сказать. Я, конечно, как вначале говорил, я рад тем, что оказался здесь. А в конце хочется сказать двойной рад. Потому что я попадаю в разные мажлицы, встречаюсь с разными людьми. Вижу муалимов, работников, мутоалимов. Но как сегодня здесь, я нигде не был рад. Здесь несколько выпускников вышли и говорили, например, Эмран, вот другой парень, который в Чечне, вот здесь, который сзади. А, имам. Вот он. Да. Ну и другие выступающие сказали, вот, Хасеверти, который имамом работает парень, каждый говорил, что я недостоин говорить. Вот эти слова человека украшают. Он себя не видит таким большим человеком. Он не видит человеком, который, он как бы достоин там людям проповедь читать. Он видит себя рядовым человеком. Я думаю, я в своей профессии читаю преподавание. Это муфти, должность для меня случайность. Это я до сих пор тоже не любил, дальше тоже не буду любить это должность. Я люблю преподавание. А я, вот то, что эти муфти, аллимы сказали, что они недостойны выступать перед людьми. Вот эти слова, когда они от души говорят, мне очень приятно. И я считаю, я чего-то достиг. Я этим очень рад. Потому что мы вот так должны воспитать друг друга. Мы должны знать, что мы всего лишь являемся рабами Всевышнего Аллаха. Если мы вот это знаем, в этом мире разногласия не будет. Почему разногласия сейчас мы вначале очень долго говорили насчет междунациональных отношений? Это за то, что каждый чувствует, что он хозяин, что он господин. А мы фактически являемся рабами, а между рабами разногласия не бывает. Вот это должны знать. Но выпускники, алхамду лиллях, я сегодня уже уверен, что они знают, что они являются рабами Аллаха. Алхамду лиллях. Я очень рад за вас. И еще один, то, что хотел бы я вам подсказать, это, почему я вам подсказываю, потому что вы молодые, вам придется очень многими проблемами сталкиваться. А когда вы будете сталкиваться проблемами, вам, я думаю, совет старших будет полезным. Кто бы ни был человек, ну, у нас считается вот мирском, вор в законе, это, значит, самый или грамотный, или же смелый, или же справедливый, кем угодно можно назвать. Даже если вор в законе к вам обратится, если вы будете судить по шариату, вы выше него будете. Надо взять всегда за основу шариат. Если мы вот так будем выносить решение, значит, мы всегда будем правы, всегда Всевышний будет доволен нами. И на том, что это тоже будет отвечать нам легче. Всегда берите за основу шариат, на основе шариата выносите решение. И все вот эти вопросы, и национальные, и политические, и любые вопросы, это уже на втором плане. И, иншалла, мы здороваться еще несколько, десятку лет будем. Я это почему-то сказал вам, ну, чтобы, я не вижу, там, чем вы обязаны, вот это не вижу. Поэтому я говорил, салам не давать, салам мы всегда будем давать. Вы не обязаны нас уважать, почитать. Ну, вот это я имею в виду. Я не знаю, по-русски я правильно сказал или нет. Ну, вот вы поняли, да? Саламу алейкум ва рахмату.